Испортбетском Испортбетском Доброго времени суток Всем дорогие друзья На связи студия StarLadder TV И у микрофона для вас работаю я Кван продолжается Европейский дивизион Faced League Последняя пятая катка на сегодня И это встреча команд Envias И Team Solomit Решающий бой для Датчан Если они обыгрывают сейчас французов из Envi Они выходят на ландфиналы Оставляя за бортом еще один французский коллектив Под названием Titan В противном случае Team Solomit занимают Шестую, седьмую, но там уже не важно Какую строчку, в общем в топ 5 Они не входят ТСМ выиграли ножи Хорошо Начнут в обороне За сильную сторону На Инферно Именно Инферно станет Площадкой для сражения Этих двух команд По последним результатам У Envi все плохо Пацаны из пяти матчей Только один раз Обыграли команду ЛГБ Ну что же Мы это видели Мы это видели в прямом эфире 16-10 Но Остальные результаты Проигрыш Navi Кстати уступили Team Solomit На карте Даст 2 Но там 23-26 Бешеная серия допов была Так что В принципе Team Solomit Шансы На победу имеют В этом матче У них результаты получше Обыграли Navi И обыграли Envi Но это одни и те же Катки То есть это О встрече команд Head to head Как говорится Ладно Погнали Первые пистолеты Team Solomit Атака Интересно Выиграли пистолет И решили атаковать Ну видимо Парни что-то знают Про эту карту Envi Со скримом Кстати Envi там Со скримочком катают Если что Будем смотреть К чему все это приведет Напихали немного дэмэджа По NBK Датчане И смещаются через центр Давайте наверное Мистера Шокса включим Что там Дюпри или все-таки Шокс Позиция пожестче у Шокса Видит по-моему Ствол торчащий Да Увидел Увидел Опа Это будет нож Какой лол Дружище Правая кнопочка Что-то тебя Немного подкачал Ну лол В таком матче Пацан делает Такой мув Ну странно Как минимум На самом деле Это только что Выглядело На экранах В итоге Бомба стоит Так скриншот сохранен Замечательно Как это получилось Пацаны Неизвестно Ладно Четыре Три Ой-ой-ой Нет Все рейлины Венви Это какой-то лол раунд Для французского коллектива Четыре живых Трое из них Коцаны Бедный Керриган На точке прыгает Забирает шокса Хэппи Три хп Ну это да Это первый раунд Для тим Соло мид И что у нас По Этой команде Вообще А Энви Понятно Седьмое место Группы Двенадцать очков Пацаны уже Никуда не выходят При любом раскладе Играют Четыре плюс один Со скримом Поэтому Наверное решили Вот Подрасслабиться Пофаниться Ну и никакой Никакой французской солидарности Не проявляют Не чтобы Соотечественников своих Из Титан Выпустить на ланы Они вот режут И не могут Этого сделать И вот по факту Один ноль Для Тим Соломит Закуп тем не менее Есть У Энви Ну и Стаг на Б Стаг на Б Который может сработать Смит Такой Но уверенности Цезеха в руках Арморчик Все закуплено Даже дым есть Бомба уже в центре Смит Выходит под флешку Но встреча Очень теплая У команды Тим Соломит Энби Кей Останавливает Керригана Ну что же Есть инфа Как минимум У Тим Соломит Что оба пацана На Б И они конечно Этим Очень-очень быстро Будут Пользоваться Да Плэн стоит Погибает Шок С Энби Кей Она чекали В районе длинной Ну и без шансов Без шансов Два пацана Погибла Под Делом Все остальное Конечно Вышло очень Продуктивно Для команды Тим Соломит Тем временем Коэффициенты На экранах 59 против 41 На CSGO лаунже Букмекеры И ставочки Говорят что Должны выигрывать ТСМ Но на Егейминг Бэтс Снова более Консервативные прогнозы 1.8 против 1.8 Там в тысячных Уже идет Разница Так что На Егейминг Бэтс 50 на 50 Пацаны С реальными деньгами Более Осторожные Ну тем временем Пистолетка Тут в принципе Все понятно Слив от команды Энви Вышли через банан Террористы Забрали Двоих оппонентов И сделали все Очень и очень Четенько Пока что Тим Соломит Последняя катка 18 у них В случае победы Будет Ровный счет С командой Титан Потом считаются Встречи Личные То есть там 1-1 Одну катку Выиграли Титан Одну катку Тим Соломит И после этого Идут Раунды Но раунды В личных встречах Так как у нас Титаны Умудрились Проиграть С счетом 16-3 Команде Тим Соломит ТСМ И проиграли 16-6 Поэтому на ланы Выйдут именно ТСМ Вот такая вот У нас Нехитрая Организаторская Расстановка Ну и что же ТСМчики Выходят снова Через центр У них это получается Все красные Но живые Смит На точке Ну вроде бы Должны тащить Сейчас Наконец-то Энви Скримчанский В яме Тут справа Слева Как бы французы Уже обложили Эту точку Тем не менее Керриган контролит Банан пустой И наверное Пора Да Одному из игроков Обороны Развернуться Это только на руку Для Тим Соломит Скрим Остается В центре 3-0 Пока что Для команды Изданий Ну и все В руках Скрима Если вот Справится Да Ну тут Тяжело было Не справиться Он не смотрел Просто на него Игрок атаки Бомбу конечно Керриган Установит Но для него Это клатч раунд 1 в 2 Бомба стоит Молотов И уход на короткую Бойлер пустой Там библа И выход С длинной От атаки Керриган Опа Увидел двоих Оставляет Ну лол Там буквально 2 хп у скрима Керриган 1 на 1 7% здоровья Ну что Кто кого Стендинг команды Энви Или мистер Керриган Который очень хочет На лан Но видимо Не так то и сильно 2 хп Скрим Не успевай Диффузить А диффузиков То и нет Ребяточки А что ж такое Там Ой 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 Ну близкий Близкий был раунд Получился он Довольно Интересным При этом у Энви Конечно Шансы были прекрасные Но все таки ТСМ Ну как ТСМ Керриган Керриган в клатч раунде Все это дело Переворачивает Графики Все понятно Для одной Для второй команды Пока что Энви Ничего нам Не продемонстрировали 4 раунда 3 3 5 И никого Просто Раунд 4 Все умерли Бомба взорвалась Ладно Смотрим далее Смис пытается Из дегла Попадать по яме В итоге Залетает пачка От Керригана В ответку Раскидка Банана Шокс Со своим волшебным Магом Керригана Покарал 4 в 4 Скрим Перестрелка Керриган Хорошо Контролит 1-го 2-й Погибает Снова Точка Без защиты Но это конечно Была пистолетка Это была пистолетка Тут Рассчитывать на какой-то Бешеный Раунд От Энви Было бы наверное Слишком Опрометчиво Ну что же Инферно Тим Соломит Как видим Имеют Довольно хорошее понимание Этой карты Ну и вот пытаются Сейчас Все-таки Выложиться на максимум Ну и плюс у них есть Очень-очень Серьезная мотивация Для попадания В топ 5 Этой группы Напоминаю Европейский дивизион У нас есть Североамериканский И Самый мой любимый Дивизион Океаника Там у нас Раз, два, три, четыре Шесть команд Шесть команд У всех Австралийский фраг Фраг Флаг И там у нас Вышла команда Имьюнити Все катки Они выиграли Ну возможно Какие-то жесткие Там австралийцы Ну посмотрим на ландфиналах В Лондоне Ну и конечно Североамериканский дивизион Кто не спит по ночам Его вместе со мной смотрел Там вышли Элевейт и Ликвид Ну все ставили на CLG и Cloud9 Вышли Элевейт и Ликвид Ну такое тоже бывает Но да ладно Смотрим далее 5-0 Наконец-то Оружейный раунд Для команды Энви Попали уже мы видим В центре карты По девайсу Это сделал у нас Мистер Шокс Ну конечно Второе попадание Сделать Очень непросто Из этой позиции И снова через центр Отыгрывает Атака Как тут выходили Террористы Бедный Шокс Одного там чуть ли не Заноузумил Но уже из бойлера Конечно Пацана он явно Не ожидал 4 в 4 В этом раунде Энви Ну понятно Что для них Эта катка Ничего не решает Но тем не менее Постараться Стоит Тем более Они Со скримчиком То есть лишний раз Сыграться Не бывает Для этой команды Ладно Ну что же Через банан Будут выходить Игроки команды Тим Соло мид Тут же бомба Пока что лежит смоук Продлили смочочек Энви Французы играют От халда Раскидка Молота В 2 эшелона хаешек В позицию Но не пошли 20 секунд Тим Соломит Энби Кей Что это за му вообще был Энви По моему пацаны Это Сливанчис Небольшие идут Куда он бежал 20 секунд И он просто бежит В дым с цзшкой Когда 4 Хае прилетело с банана В итоге 6 5 Что успеет поставить Или нет Кии Да Успевает девайс Сделать свое дело Остаются скрим Плюс Смизна Никуда они идти Не собираются Судя по их Индикаторам на карте Ну вот Вот такой вот Получился раунд Ну возможно Пацан пытался В спину Конечно такой Дерзкий Типа дали 4 хаешки Отошли Сейчас ТСМ А я тут с эзэшкой Убью Но все равно Но все равно Выглядело Это конечно Весьма Странно Ну и как мы видим Это 6 раунд Для команды Тим Соло Мид И пока что Изи Бризи Лемон Сквизи Дорогие друзья Заказали 8-7 Смиз Забрал девайса Перестрелка была равная Но не заваншотил Игрок атаки В итоге был первый минус Все таки Для команды Энви В меньшинстве нападения Причем так довольно Открыто Постоянно На коврах Отыгрывают Французы Абсолютно Не зажимаются Напротив Пытаются действовать В аркаду Кстати Что 1999 фрага Бушокси 2000 Или 20000 Только что Был минус На наших с вами глазах Попытка выйти в точку А снова получается Отдаются французы В большинстве НБК очень далеко От своего товарища Хэппи Библиотеки Бомба ставится Ну невнятная Невнятная игра У Тенви Что-то у них Не пошло И у Титан Не пошло Все Надо делать Французскую сборную Из этих двух коллективов Потому что пока ТСМчики ТСМчики Уничтожают Вообще в ноль Керриган Уже с АВП Просто ходит Ищет своих соперников По карте Вообще не боится Там М калаш Ну что же Седьмой раунд Тем временем Немного не бал Опа Нормально Можно повтыкать В куру пока Хорошая Ручная просто Кура НБК Приручил Своего питомца Бомба взрывается Залагала Походу Эта Куревская Ну а тем временем Раунд заканчивается Графики Что это такое Одинокий Шокс Просто доминирует Над обеими командами По урону Ну и конечно Вся его команда Явно туда Проседает Финансы Тоже Тоже Все понятно Команда Тим Соломи Разрывая сейчас На наших с вами глазах Французскую пятерку Энви И в принципе МТСМчики Ну вот двумя раундами Играют То есть если удается Убить банан Идут на банан А так вот Выход через мидл Ребра И спокойненько Под А Вот у Шокса Интересная позиция Интересно Тем что ее Наверное не будут Ожидать ТСМ Но не факт Что они на самом деле Пойдут В А Бомба пока в центре Но с банана Разворачивается вроде бы Атака Каем тут один Но нет Бежит Мистер Девайс Прикрывает его Из АВП Ну а к эрганте временем Выход в центр Вообще не понял Откуда прилетело Просто бам По щам Под флешку Скрим Врывается в мидл Размен один в один Очень битые Два игрока И Каюм 69 хп От коллектива Тим Соломит Смит вышел просто В молотов Горел Но стрелял В итоге хороший размен Три оставшихся Бойца атаки Под точкой А Тут же смоук Ну просто бесконечный Бесконечный дым На банане Лежит Вообще весь раунд Ну и вот И вот это будет врыв Кэрриган Чуть ли не первый Там со своим АВП бежит И что же Нет Не поставил Не поставил Хотя уже замахнулся Каюм пытается Нашивать тоже в смоук Четыре секунды И его все-таки Покарали Но вот он решил Не разворачиваться Потому что возможно Там давили спину Пытался в дымах Манцеваться до последнего И все-таки Его нашли А у француза Наконец-то Наконец-то Первый раунд Достается команде Энви По финансам Там что Закупы Да 10 тысяч Я вижу на счету У одного из игроков Коллектива Тим Соломит Такой вот Мини банк У них есть На еще один раунд Но в любом случае Уже у них есть семерка То есть как бы В атаке на Инферно Семь это очень хорошо Тем более НБК сейчас отдается Но нет Флешечка Очень тайминговая флешка Под моменталку НБК вышел Сдал Двойное убийство На банане Ну и все И бесконечный смоук Положили французы Под точку Б Уже не выйти Скрин на карнизе Мы видим В подсадке работает Довольно интересные Позиции выбирает у нас Французская команда Под точками А До этого у них эти позиции Не сработали Поэтому вот Они решили Проявить большую креативность Чем из дефолтных точек И тем временем У нас 3 в 4 Погиб Смитц Стягиваются к центру Игроки атаки Шокс Пока что в яме И бомба выходит на короткую Тут же Керриган Очень с что-то спиной Расслабился Керриган Размен в итоге 1 в 1 35 секунд До завершения Этого раунда Дюбри Чекает бибилу И увидел Ну тут еще вопрос Кто кого увидел В итоге мы видим Один остается Игрок нападения 19 секунд Бомба у него Ну можно смело тут Ждать конца Возможно даже Ой-ой-ой АВП подсейвить 10 секунд Ну что пойдет 9 в яме игрок 8 7 Да доставить 5 Что успеет Да Слышит Слышит Возле себя скрим А что это вообще залетело Такое невероятное Вот французского стендина Но тем не менее Финансовую ситуацию Немного поправил В своей команде Датчане Ну и в принципе У них и так Было на закуп Только вот теперь Еще и с хорошим Таким добротным Раскидом можно Это все оформить Да Прекрасное состояние И у одной И у второй команды В плане Денег Ну будем смотреть Тим Соломит Набрали бодренько Первые 7 И вот Тут уже интересно Команда Энви Готовится-ка делать камбэк Первый минус есть От атаки Хэппи Размен первого Второго Убивает Хэппи Доминация банана У одного из троих игроков ТСМ 6 хп Как мы видим На хелсбаре Хэппи 26% здоровья Но у него конечно По позиции Очень хорошее преимущество Точка б Она Она такая Приятная в дефе Но вопрос в том Что Энви Уже Отдали 7 Что молота в центре Ой-ой-ой Контакты Флешки дымы Раскид Ну что же В дым навряд ли побежит Атака Зато Энви Какие же Он тут дает Прострелы Девайс 11% здоровья Ну тут можно Не знаю На респаун уже Наверное Убегать террористам Пытается Дюпри давать Первый минус В итоге Хэппи Еще раз Подставляется В этом В этом контакте Ему оставляют Уже 1% здоровья А Дюпри Хорошо Продавил первого Дым на КТ Тут хелпы Понятное дело Никакой нету Энви Ну вот Хэппи Такой Козырный туз В рукаве команды Из Франции Одно Хэпп Начекали В последнюю секунду Его позиции Бомба так и не стоит В итоге большинство Мы видим Выбивает команда Тим Соло Мид Скрим плюс Шокс Бомба стоит Задавили в углу первого Девайс Вообще Неудачная у него позиция Но все равно Перекрестный огонь Может получиться На катухах Ожибается Скрим И даблкил От Дюпри В итоге в раунде Он сделал 4 фрага И буквально Просто за руку Привел своих тиммейтов На точку Б Поставил им бомбу И Сделал Финальный размен Восьмерка Восьмерка для Тим Соло Мид Ну если не подрасслабятся То поедут в Лондон На финалы Если подрасслабятся То Энви Еще могут сделать камбэк Хотя Опять таки Для них эта игра Вообще ничего не решает То есть они уже не вышли В любом случае Особо тут потеть Не будут Тем более У них стенды Ну ставки конечно 50 на 50 Но если взглянуть В целом То тут На огромном заряде На огромном Плюс Мотивации На огромном плюсе Для мотивации Команды Тим Соло Мид Ну а вот для Энви Ну так Покатали Инферно и покатали Поэтому вот и 8-2 у нас на экранах А не какие-нибудь там 5-5 Закуп на последние деньги Кстати от Энви 2 М Маг Волшебник Шокс Под коврами Ну пока никого нет На этой позиции Снова Плента Судя по всему Ломанется Атака Давайте посмотрим Вот засмится Встречает выход Сейчас Через длинную Этот парень Тут же Довольно много игроков Коллектива Тим Соло Мид Смит Ну когда же ты увидишь-то Ну Пока он там увидел Уже пацаны в упор Подошли Скрим понимает Что все С двух сторон Их окружили Раскид флешками Прострел Из-под машины Погибает Шокс Ну тут Зажались В пленте Французы Как-то совсем уже Слабо сыграли В итоге мы видим Без потерь Команда ТСМ Ставит бомбу Но снова красные Снова вроде бы Должны были Размениваться Энви Но ничего не получилось 9-2 Это Попахивает Изи-каточкой Для команды Тим Соло Мид Эко Энви Ну и должна быть Десятка Должна быть десятка И После победы В ножевом раунде Тим Соло Мид Кстати вот Четыре бомбы взорвали Продолжают доминировать До сих пор Это банан Это банан Тут же Каюм Нет Пошел один На эту позицию В свою очередь Энви делают Стак На Б Причем довольно агрессивный То есть пацаны Уже В упоре Скрим 15 хп Выходит под флешку Шокс Хорошо Первого положил Видит второго Каюм 19 хп Столб не простреливается Все нормально Пистолет Ох Как рисковал Каюм Скрим Разменялся НБК Пытается ловить стяжку На точку А Ну что В меньшинстве нападения Но все-таки НБК Находят Бомба стоит Хэппи Весь раунд Просидел в яме В итоге вышел такой Опа Здорово пацаны И трипл килл От Хэппи Давненько мы не видели Таких ярких фрагов В его исполнении Как-то сегодня В прошлом поединке Он не очень Попадал Сегодня тоже Не выделялся Но вот эти Три фрага на ЭКУ Заставили снова поверить В этого пацана Ну что 3-9 3-9 Пистолетку забирают Игроки Энви Очень хороший поджим Банана получился У этой команды Ну и конечно же Не начекали Хэппи в яме Тут сами Наверное уже ТСМ Поднатупили Можно было На порядок Более Осторожно сыграть В этой позиции Ну и вот по итогу Появляется АВП У Смитса Но в центре Ему тут конечно Не дадут Развернуться Флешка дымы На мидле Два игрока Под Б Трое на А Расстановка Довольно дефолтная От команды Энви Ну главное В упор Не подпускать Сейчас Террористов Что и делает Мистер Смитс Разменулся в дымах Опа Увидел Что бьет Нет Не убивает Первого Ну лол Ну там просто Жесть произошла В этом микромоменте Хэппи Из библы Выбегает Видит первого Второго Ну что хоть кого-то Одного убил Мало Два в два По итогу Но какая хилпа Энби Кей В момент Из короткой Делает Двойное убийство И по очень Очень тонкому льду Команда Энви Все таки Выбирается Уже на два раунда Подряд Ну а Тим Соломит Не хватило Тут уже какой-то Уверенности То есть они вроде бы Как и вышли И с одной И с другой стороны Но в плент Никто не забежал В дымах Все друг друга Врезаются В общем Шоу бы не хилом На точке А у нас Только что происходило И каюм С тэком Видимо что там Денежек то уже и нет Были деньги у Девайса Две триста На Галильчик то Хотя бы мог наскрести Этот парень Но в итоге И так хорошо Девайс говорит Я всех их убью сам Поэтому Для команды Тим Соломит Уже ситуация Пять в три Бомба в центре Смитс Запрыгивает на коры Тут же в упоре Кэрриган Ой господи Нет не Кэрриган Ксипникс Смитса он убил Француз там вообще Никого в дымах не видел Просто залетел фраг Непонятно откуда Скрим Из под библы Занимает плент Хэппи Молотов Пытается Ой 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 Тут девайс Сразу слева За тележкой Хэппи этого не знает Девайс выходит Ну тут конечно Все было Предельно понятно Для террористов И вот он Только сейчас Походу будет Да Десятый раунд Проиграли Эко Отдали два подряд ТСМчики Ну и вот сейчас Последняя Разыгровка Перед сменой сторон На последние финансы Берут у нас Девайс Энви Два дробовика Цезэха Эмка И Мистер Скрим С 5-7 Именно такой набор У команды Энви Для обороны Этого раунда Ну что Их соперники Четыре калаша Эмка у Каюмба Пытается мы видим Агрессивнее Чем обычно Играть Энви на коврах Ксипникс Флешка Опа Развернулись Могут Могут Тут француза убить Но если Да По одному идти не стоило В итоге Прострел из окна Скрим понимает Что это раунд По точку А Должен давать Своим тиммейтам информацию Смитс на бойлере Смещается ближе К пленту ТСМ не ломятся Ох Тут что реакции Не хватило Смитсу Просто вышел Дюбри его убил Смитс даже на Спусковой крючок Не успел нажать Скрим по итогу Последний Ну что же Это будет 11-4 В атаке На карте Инферно Датчане доминируют Очень-очень Яростно Ну что По фрагам 10-12 Хэппи впереди Всей планеты Три фрага всего ли Сделал Смитс Довольно грустная Статистика Для диффанса Но команда ТСМ идет плотненько 10 фрагов Последнее место 12-1 И 15-7 Ксипникс на второй Позиции У команды ТСМ Но для них Это я думаю Особо роль не играет Потому что пацаны Был у скрима Хэппи и скрим В итоге вдвоем Смитс на лоу хп Отдается На короткой Ну вот и скрим Вот и его глок Дал размен Остались Остались без девайса Игроки команды Тим Соломит Даблкил Скримочек На одном хп Прется Просто прется Сипникс Война в арке Бомба уходит Это должен был Слышать Каюм По итогу 2 в 2 И что творят Эти Энви В 2 дула Хэппи Плюс скрим Переворачивают Пистолетку Тим Соломит Вместо того Чтобы уверенно Победить на карте Инферно Они сейчас Дают французам Шанс Энви Будет ли камбэк Пистолетка 11.7 Один оружейный 11.9 И вот уже Как бы Примерно ничья Может получиться Потому что ТСМ в одной пистолетке Подрасслабились Каюм Забрал одного 5 патронов Инфы по второму нету Как и диффузов Пацан на банане Бомба начинает пищать Ну возможно Стоило просто дергать На диффуз Каюм Все уже не успеет Он это прекрасно понимает Пытается убежать Ну как-то Ни туда Ни сюда Не нашел Ни диффузил И не ушел В итоге С бомбой 11.5 Калас Калас Сразу Хэппи Там Форсбай Ф1 Просто Прожался Моментально Тут же мы видим Три фармгана От Энви Чем отвечают ТСМчики Ну Дефолтные Дефолтные Закупки От команды Тим Соломей Ну что же Они в обороне П250 Практически у всех Давай смотреть Молотов Кстати не горел Игрок обороны Но зато начекал Двоих соперников Перестрелки Шок с Каюм Сделали первые фраги Каюм с броней Вот еще осталось Девайс ему подобрать В принципе 5-7 наружие Бодренькое Еще один размен Один в один Уже под точкой Б Керрига Опа Начекали его Он ждет хелпы Ну Не дождался хелпы НБК На катухах Да Контролят Контролят позиции Французы Каюм тоже Погибает Хэппи все таки Свой калаш В этом раунде Реализует 11-6 Фул эко Для Тим Соломит И не все так плохо У Энви Ну что же Атака Инферно Сможет ли Закомбетчить Команда из Франции Дикой на респауне И побежали Ну что куда Мидл Да Мидл Мидл Пошли Игроки Энви На приеме Суспами Тут стоят На перевес Мы видим ТСМчики Там уже начинается Перестрелка Забрали без шансов Девайса Амскрим Чекает спину Ох Как тут Дюбрито ставит Три раза по щам Попал Очень жестко Сначала дважды По Сминцу Потом еще раз По Шоксу Но это все Конечно Цветочки Особого Экшена В раунде Он все равно Не устроил Остается Последний игрок Команды Тим Соломит Брони нету Зато подобрал Мак-10 Не тут то было Говорит ему Скрим Тут пацаны Серьезные С калашами Располагаются 11-7 Первый девайсный раунд Для коллектива Изданий Ну и вот сейчас Возможно Поворотный момент Сможет ли Энви Как команда Затащить на девятку Шокс продолжает Кстати с автоматом Отыгрывать Давай смотреть Сипникс Хаешка На банан Но никакого урона Она не наносит Бомба в центре Там же пока Перекрестным огнем Стоят ТСМ Дюпри На приеме Увидел вдвоих Все слепые Бомба выпала Дюпри Хороший размен Но смоук На длиной Скрим Надо было забирать бомбу В яме Все еще живой игрок Команды Тим Соломит Каюмба Закидывают Просто как могут Он прячется под балкон Слышит Спрыг Очень поздно Среагировал В итоге еле-еле Забрал Шокса Хэппи Моментально разменялся В пленте Не на чек или девайс А скрим Плюс хэппи Нажимает своего оппонента В итоге Два в одного Скрим Четыре хп Керрига Чик такой С успом Дает заднюю передачу Последний скрим Ну тут бомбу Он конечно поставил Даже раскид подобрал Опа Увидел Нет Не увидел Ну а вот Игрок команды ТСМ Его отчетливо заметил На своем экране Без диффузов Кстати Оба представителя Обороны Довольно странно Для оружейного раунда Но тем не менее Быстренько Они расправились Со скримом Это уже получается Двенадцатый раунд Для Тим Соло Мид И Закуп Да Закуп от Энви Денег довольно много У скрима Там десять тысяч То есть в принципе На форс ба Еще возможно На следующий раунд Осталось Хэппи тоже Три девятьсот Смотрим ТСМ Будет ли это Начало Доминации Неплохая хаешка Четыре игрока Покоцались В ответку Тоже две гранаты Но Ксипникс уже Сдал заднюю передачу Раскинул смоук И нападение Понимает Что Нечего Тут ловить В принципе Там Семьдесят Девяносто Восемьдесят хп В общей сумме Казалось бы Много дэмэджа Но вот по всем он так Этот урон Распределился И особого Разворота в раунде Не сделал Слышно кстати Ковры довольно громко У нас нападает Энви Прям такие Вообще Они бодренькие Бегают А Деприс сразу Разворачивается Такой Что ты Ты меня там Страхуешь Дружище Или нет Ладно В арке Мистер Девайс Очень быстро Его мы видим Уносят Энви Это проблема Потому что Плэн Б Сейчас с двух сторон Будет врываться Команда атаки Керриган это понимает Акрызайца Мы видим на банан Делает первый минус Погибли Энби Кей И Девайс Шокс Минус по Ксипниксу Есть инфа Керриган в точке Ну была же инфа Шокс Чекал Нету позицию Бомба под Б Керриган Хелпы Никакой Ну видимо Думали что это Супер заумный раунд Когда Энви Бах Развернулись Или парень с бомбой На Но все было дефолтно Просто Убили КТ Сплитпуш через банан И вперед к победе В итоге Остается Дупри Дупри Плюс Каюм Понимаю Так что никуда Они уже В этом раунде Не пойдут И все таки Изи катки Для ТСМ Не выходит Мы видим Они очень хорошо Нападали Первые 7 раундов Вообще Изи Были для этого коллектива Но потом Помаленьку Потихоньку Французы Начали огрызаться Пару Тройку Эку Пистолетка И вот уже 12-8 На наших с вами Экранах 4 раунда Отделяет команды Друг от друга И 4 раунда Остается команде Тим Соломит До победы Что по финансам Грусть Грусть Печаль Для команды Тим Соломит Два засейвленных Ну что Фомасик Дюприкупит Своему тиммейту Или Нет Решили в ноль Не закупаться ТСМ Девайс Деглом Арморов нет Просто Эко С двумя засейвленными Девайсами Выходит для команды Тим Соломит Выход через Мидл Планируют у нас Игроки Энви Ну должен он Получаться По идее Да Вышли спокойно Закрыли короткую В точке А Остается один Девайс Со своим деглом Его Очень быстро Изолируют Ну вот Довольно интересно Что и Каюмп и Дюфри Дюфри Извиняюсь Были Под Б То есть Как бы На откуп Точки А Отдали двоих пацанов С пистолетами И без арморов На девайсике Второй раунд Подряд Идут Спокойненько Сейвить Игроки команды Тим Соломит Ну и Энви Все таки смогли Подсобраться Смогли Прийти в чувства И уже навязывают Весьма серьезную борьбу Своим соперникам Дымочек На банане Дюфри Прячется в черче Шокс Забрал Керригана Ну пытаются Сейвить девайсы Бомба Да Бомба взрывается Хаешка Шокс На контакте 6 кп Ну что дожмет Нет Раунд закончился Ну что Опять будет у нас Эко с двумя девайсами Нет Дали дропы В этот раз Все таки Берут Берут девайсы ТСМ Что у нас Два фамаса Три кольта В принципе неплохо На раски тоже Имеется Ну и можно считать Что фул оружейка Для Тим Соломит Но это в ноль В случае проигрыша 12-10 12-11 Уже может быть счет А Энви почуяли Игру мы видим Смитс ну просто На уверенности выходит Дает первый минус Бомба тем не менее Выпала Ну слишком нагло Поперли Энви Пытались фастануть Центр В итоге Короткая полностью Отъехала Каюм в ухо Минусует Хэппи Раунд За 20 секунд Побежали Умерли сейчас Энви Пытались нахрапом Взять центр карты Ничего не получилось И вот уже 13-9 ТСМ ТСМ Вообще Лол Не было видно Второго Это Хэппи Это Хэппи Который Который должен Ну что пойдет Не отдать 15-й В принципе В принципе там Денежки Денежки Чекает яму Тут никого нету Второй Миддл В исполнении террористов Девайс Чек ковров Скрим Тут суперраунд Какой-то От французов Все на раскиде Вот так вот У меня Скрим Ой-ой-ой Пацаны Ну это Это не я Это гейб В этом раунде Подвел Прилипала Камера прилипала Ладно Ну мы Па-па-па-па-па-па Вот так будем смотреть По карте Давай Дым Заканчивайся Размены Трифтри Наконец-то Дипан справляется Тут Дюприм Анцевался Выживал как мог В итоге Хэппи последний Ну Раскинули хорошо Энви Прошли в принципе Под библу Но после этого Их просто Из плента Ямы Встретили ТСМ Матчпоинты И судя по всему Дорога на лан Для команды Издания Открыта Экол Для Энви У скрима Есть калаш Все остальные Теки Одна ЦЗ Ну что 15-9 Будет ли Праздновать победу Команды Тим Соломит Будет ли Праздник Сегодня На их улице Смотрим На банане Экшен На БК Ну шок Поезд в 2 Дула Расстреляли Походу Дело Пацаны Это 16-й Да Бомба падает Пацан За цементом Все еще живой Флешка Хае с одной С другой стороны На машине Слепой Ну 2 в 4 Французы Французы Цепляются Французы Будут огрызаться Ну бомбу-то забрать Наверное все-таки нужно Да Под флешку Скрим Забирает бомбу Чекает В упоре Никого нету 35 секунд У команды Энви Для реализации Момента И каюм Да Все Дает инфу Это выход Центр Под корявый Дым Хэппи Хэппи Что ж ты делаешь Все Скрим Последний 20 секунд Знаешь что есть игрок в упоре Скрим Попадает Под раздачу от каюмба Это 16-9 Поздравляем Поздравляем команду Тим Соло Мид Именно они С пятого места Выходят на лан-финалы Фейс Эдлиги Оставляя за бортом Французов Из команды Титан Так же как и Энви Титаны Не попадают В следующий этап Европейского Амда И в принципе Фейс Эдли дивизиона К сожалению К сожалению Французы Вообще не поедут Ни в каком составе На эти финалы Результаты игрового дня Нави Энви 21-18 Сегодня вообще У Энви Не пруха Зато вот обыграли ЛГБ 16-10 В плотной борьбе Но победили Последние три катки Это я уже вместе с вами смотрел ЛГБ против Нави 16-12 Довольно интересный поединок Нави НИП Если пропустили Обязательно посмотрите запись На нашем ютуб канале КСС ЛТВ Ну и последняя катка 16-9 ТСМ С первого До последнего раунда Доминировали над французами И все-таки вышли на ландфиналы С чем мы их и поздравляем На этом Трансляция европейского дивизиона Фейс и Лиги заканчивается Всем всего хорошего И пока Субтитры делал DimaTorzok